Дисклеймер, не финансовый совет. Всем привет, вы на канале CryptoComments. Спасибо, что смотрите это видео. И поехали, посмотрим на рынок. Что тут можно сказать? Биточек падает, все падает, все паникуют, говорят уже, что все, мы входим в стадию... Все, мы входим в медвежий рынок. Это была двойная вершина, и дальше только туза дно. И честно вам признаюсь, я сам уже начинаю паниковать немножко. И думать, что действительно, может быть, я ошибся, и не будет никакого туза муна, и пора все продавать, хоть без убыток, хоть как. Но потом начинаем крутить CoinMarketCap и видеть, что за неделю Solana подросла на 15%, Luna на 52%, Avalanche на 45%, Ripple даже на 11% подрос, Matic на 20%, Dogecoin. Короче, видим, что в принципе движения такие, как бы, можно это даже назвать альтсезоном. Альтсезоном смело можно это назвать, потому что многие альты стреляют на хорошие проценты. Поэтому давайте не будем все-таки преждевременно хранить биткоин. Напоминаю вам, что индекс страха и жадности валяется на рекордно низких отметках, на отметках экстремального страха. И, как мы знаем с вами, всегда, не то, что там как-то иногда или статистически, а всегда из этих значений он отскакивает в какой-то момент через средние значения в сторону жадности. И продавать исторически тоже мы знаем, что нужно на территории жадности, но никак не сейчас, на территории страха. Теперь смотрите, по поводу циклов и двойных вершин и всего остального. Ребята, есть очень важная тема. Как заканчиваются бычьи рынки? Бычьи рынки не заканчиваются тотальным страхом и неверием. Бычьи рынки не заканчиваются тем, что все говорят, что мы пойдем еще ниже, и что это точно медвежий рынок. Иными словами, медвежьи рынки не начинаются с того, что все понимают, что это медвежий рынок и ждут падения. Так не бывает. Происходит всегда все с точностью, да наоборот. Происходит что? Происходит резкая шпилька, и вот здесь все начинают говорить, что все, это уже никогда не будет, не пойдет вниз, никогда не развернется. Это Тузамун бесконечная, ответственная ракета. И вот тогда, когда никто не верит в то, что рынок медвежий, что он вообще будет и начнется, вот тогда начинаются медвежьи рынки. Это классика, ребята, абсолютная. И с этим, я думаю, не поспоришь. Хотя многие из вас, наверное, кто недавно на рынке, этого еще не знают. И с этим столкнуться, никуда не деться. Тем не менее, дивергенция на недельном таймфрейме. Вот мы видим, как она себя уже отрабатывает в моменте. Но, ребята, еще раз вам говорю, что биткоин, мы видели такие коррекции вот здесь, и вот здесь. Мы всегда отбивались от сетки на недельке и уходили выше. И прямо сейчас мы тестируем сетку на недельке. Поэтому пока ничего критичного тут я не вижу. Теперь по альткоинам пробежимся. По дэшу я давал сетап сегодня в Телеграме, что дэш к доллару рисует падающий клин. Посмотрите. Падающий клин, цель из которого локальная, краткосрочная, 250 долларов, то есть х2. Да, вершина этого клина. И то, если вы посмотрите из истории, то эти падающие клины, в принципе, все пробивались наверх. Но иногда, за исключением вот этого, наверное, предпоследнего, где цель чуть-чуть не была достигнута, да, то есть мы дошли чуть ниже, чем верхушка. Но в остальные разы вы видите, что цель даже перевыполняла себя, как вот здесь, так и вот здесь, да, так и вот здесь. То есть, в принципе, очень бычий сейчас сетап. Опять же, все будет зависеть от всего рынка. Плюс еще вот тут были очень хорошие объемы. Если вы видите, заходили вот на этой разворотной свече, то есть ниже этого дна мы упасть не должны. Плюс еще по дэшу, если мы посмотрим глобальную картину, то мы видим, что у нас актив очень долго накапливался. Закапливался, 3 года валялся на дне, и красный money flow у нас перешел в зону нейтрального money flow, то есть весь вот этот год последний. Мы с вами выходим из медвежьего рынка и переходим в бычий. То есть у нас сейчас уже повышающиеся минимумы образовались, и мы пока еще даже не показали зеленый money flow и хороший pump, как другие монеты. Да, сейчас, конечно, все спекулируют, что это все, что америкосы выводят деньги из крипты, чтобы платить налоги, и китайцы дампят битки там и так далее. Запретами пугают нас. Но это все было вот здесь. Кто помнит, предыдущий был ран, и все эти запреты, весь этот фат, все это было вот здесь. И все тоже не верили и говорили, что пойдет вниз. В итоге что произошло? Вот здесь все поверили, зашли и сказали, ну все, это будет теперь только расти. И с тех пор мы падали. То есть по сентименту нужно ждать обратного. Сейчас вы видите, что сентимент абсолютно медвежий. Все уже, даже тузымунеры, все переобулись и рассматривают медвежий сценарий. Так что это очень хорошо. Вот, что еще можно сказать по дэшу, что он прямо сейчас лежит на уровне предыдущего сопротивления, которое сейчас становится поддержкой. Так что все здесь хорошо. Так, я извиняюсь, у меня просто адски лагает сегодня машинка. Что здесь жарко очень. Наверное, из-за этого перегрелось. Вот, по XRP, что видно при ближайшем рассмотрении? Как я вам и говорил, вот это очень бычий был паттерн. Абсолютный лонг-сквиз. XRP-BTC мы смотрим, XRP к биткоину. Абсолютнейший лонг-сквиз вот здесь был. С бычьим поглощением, да? Мы вылезли сразу наверх. Очень хорошо. И улыбка чеширского кота, про которую я делал видео позавчера, вот она себя отрабатывает. То есть, смотрите, XRP уже хорошенько помпанул к биткоину и сейчас консолидируется. Походу, готовится к продолжению этого движения. Поэтому, судя по XRP, нас ждут хорошие движения и по старичкам тоже. XRP это такой опережающий индикатор часто по всему рынку. И вообще, если заметить, то когда XRP накачивали деньгами, в 2017 году тоже. Вот тогда, собственно, и начался весь альт-сезон и весь вообще, в принципе, бычий взрыв крипты. Но по XRP на недельках тоже пока еще манифлоу красный и разворотом не пахло к биткоину, опять же, но к доллару там уже хорошие движения. По поводу новых альтов, ребят, я ничего не говорю. Всем респект, кто ловит эти ракеты. Давайте Avalanche посмотрим. По Avalanche, что я могу сказать? Хороший, очень устойчивый аптренд. Проект тоже убедительный. Но с другой стороны, что они сделали? По сути, этот блокчейн Avalanche, по сути, все вот эти новые штуки, Solana, Avalanche и прочие, что это такое? Это, конечно же, красивый сайт и офигенный маркетинг. Но вот этот SnowTrace.io, обозреватель блоков AVAX, это же просто форкнутый эфирскан, вы посмотрите. Они даже сделали, как Binance Smart Chain, эфирные адреса 0x оставили. То есть, ребята, это просто. Сейчас любой может форкнуть блокчейн эфира и заявить, что у него самые низкие комиссии, самые быстрые пропускная способность, Proof of Stake, все дела. Но это же, вы поймите, что это хайп, такой же, как был вот хайп АСИО. Вот они пишут, что типа Bitcoin 7 транзакций в секунду, эфир 14, полкодот полторашка, Avalanche 4500. И время обработки у них самое быстрое и так далее. Proof of Stake. Это просто такой же хайп, вот на самом деле, как было с Dash в 2016-17, что это типа самый быстрый, дешевый, крутой блокчейн. Ну, вы все видели, что произошло с Dash после этого? Он упал на 98% к биткоину. Поэтому по-хорошему, я просто вас предупреждаю, что и Avalanche, и Solana, и все эти мины, и луны, всю эту тему ждет очень-очень сильный медвежий рынок в какой-то момент. Поэтому будьте просто к этому готовы и не засиживайтесь слишком сильно в этих монетах. Если вы рубите там иксы, выходите потихоньку во что-то другое, на мой взгляд. Вот какие-то такие сегодня мысли. А, я напоминаю, что на Femex Trade Arena стартануло. По биткоину, вот я здесь тоже, кстати, выруливаю свой лонг, который держу уже несколько месяцев. Осталось немножко позиции. Уже большую часть прибыли забрал, но вот снова догружаю, потому что жду, что вот этот вот клинчик пробьется наверх. Сейчас всех загрузят в шорты, он пробьется наверх, конечно же. Куда же? Вы думаете, если сейчас всех загрузят в шорты, он пробьется вниз, что ли? Нет, конечно. Дисклеймер, конечно, но я так считаю. И фишка в чем? Я еще говорю, вот всех загрузят в шорты, в шорты. Что это значит? Это не значит, что все будут шортить плечом. Это значит, что все продадут крипту. Большинство из вас держат стейблкоины на фьючерсных аккаунтах. Вы уже шортите по умолчанию, если у вас баланс не в крипте. Еще большее большинство ваших, не знаю, там друзей, знакомых, там родственников вообще не находятся в крипте, а находятся в фиате. Они тоже шортят крипту, поймите. Все, у кого нет биткоинов, у кого нет крипты, все шортят крипту. Вот, поэтому напоминаю, что кто не хочет шортить крипту, на Femexe стартанул соревнование Trading Arena и наша команда на 20 месте, уже сейчас, когда я это записываю, 13,5% ROI, мой PNL, по битку пока немного минусовой, по доллару плюсовой, так что, ребята, все, кто в команде, всем респекты, давайте поднажмем. Команда BitBoy на третьем месте, наша пока на 20-м. Я буду вытягивать здесь свой лонг по битку и по золоту тоже набрал лонг, потому что верю в хедж от того, что происходит сейчас на рынке. Ну, вот такой сегодня обзор, напишите, что думаете вы. На Bybit, кстати, тоже начинается состязание, новогодний батл Bybit. Это индивидуальное состязание в инверсной марже, то есть, если вы торгуете битком, эфиром, риплом, аэосом, и что там еще, BitDAO, они добавили и Polkadot, можете попробовать посоревноваться просто сам за себя. Вот ссылочка в описании. Также не забывайте про ланчпады, которые там проводятся. Сегодня вот насыпали монет изи интересных. Вот, ну и что, лонгуем отскок по даши, держим биточки, эфирки, свои лайткоины, пишем в комментарии монеты, которые вы держите, торгуете или шортите, продаете. Ну и не забываем ставить лайк, подписываться на канал, если вы у нас новенький. Спасибо, что смотрите это гринни, это канал CryptoCommerce. Еще раз вам говорю, в такие моменты, когда все сеют панику, говорят, что рынок медвежий, я покупаю. Напишите, что делаете вы. Ну и как всегда, всем профитроли, подписывайтесь к нам в телегу и скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok